Лёд тронулся, поэтому в Самаре полным ходом идёт очистка дождеприёмников от снега. Это нужно, чтобы обеспечить прохождение талых вод. Объём работы у коммунальщиков немалый. Протяжённость городских сетей дождевой канализации превышает 390 километров. Поэтому все работы стараются синхронизировать с расчисткой внутриквартальных дорог. Для очистки внутриквартальных территорий от снега и наледей, приладковой части дорог, были разосланы обращения в предприятия отрасли благоустройства, в администрации районов для оперативного взаимодействия с ТСЖ и управляющими компаниями. Это, например, перекрёсток братьев Коростелёвых и переулка Тургенева. Место низинное, поэтому здесь расположен целый каскад дождеприёмников длиной более 3 метров и глубиной 1,40 метра. Каждый ливнесток открывают, обдают горячей водой, очищают от снега, льда и шуги. Почему усиленный? Допустим, если поставить одну решётку, то вода может не успеть уйти и будет скапливаться. Поэтому ставится вот здесь 4. На этих 4 где-то минут 40. В зависимости от того, какой лёд. Допустим, вот в эту зиму снег, вот теперь морозы. То есть лёд там более плотный. Чтобы быстро и точно определить под толщей льда наличие дождеприёмных решёток и, следовательно, приступить к работам на местности максимально оперативно, рабочие используют металлодетектор. Уже сейчас очищены 85% городских дождеприёмников, находящихся в низинах. Завершить работы в таких локациях планируют до 25 марта. Кроме того, ведётся наблюдение за состоянием водовыпусков. Силами профильного муниципального предприятия уже проведены работы по очистке от мусора и углублению оврагов в районе пяти выпусков дождевой канализации. Ольга Хомракулова, Сергей Баскин. События.